Атланты достигли бессмертия Здравствуйте, Аркадий Нович. Бытует мнение, что атланты достигли бессмертия. Если это так, то чего им еще не хватило, чтобы жить вечно, или вечная жизнь – это жизнь только вне физического тела? В каком смысле они достигли бессмертия? Это сразу возникает встречный вопрос. Ведь Атлантида была как бы опущена на дно океана, и не просто так, а вследствие того, что они совершенно неправильно злоупотребляли теми знаниями, божественными знаниями, которые мы им давали. Ну, в частности, они неправильно употребили всеобщий кристалл сознания, который у них был. И это злоупотребление кристаллом, которое им давало полноту власти, оно и привело к гибели Атлантиды. В каком смысле бессмертны? Бессмертны ведь все. Вы тоже как духи бессмертны. Но как человеки умрете. Так было сказано. Хотя сейчас возникает новая возможность быть бессмертным и как духу, и как человеку. Потому что возникает новый синтез. Такого проекта во Вселенной и в космосе никогда еще не было. Это впервые. И сейчас эту тему очень активно развивает Григорий Петрович Гробовой, Игорь Витальевич Арепьев, ну, и я по мере сил. Так что возникает новая возможность бессмертия и в теле, и в духе. Каждый человек Вселенной. И он отвечает за свою Вселенную. За все клеточки, которые там есть, за все системы, за все органы. За все, за все отвечает человек. Как Бог своей Вселенной. Вот чем надо проникнуться. Продолжение следует...